Здравствуйте, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в школе видеоблогера. Сегодня вы узнаете, как зарегистрировать почту Gmail. Для того, чтобы зарегистрировать свою Google почту, вы заходите на любую страницу Google и находите надпись Gmail. Она может быть здесь, если здесь она не отображается, то при нажатии на 9 квадратиков вы точно найдете значочек Gmail. Нажимаем. Мы переходим на главную страницу почты Gmail, и здесь видим надпись «Создать аккаунт». Если здесь отображается информация на английском, и вам неудобно, некомфортно заполнять, то всегда можете снизу поменять язык на русский, чтобы вам было проще и понятнее. Теперь весь интерфейс на русском языке, и заполнять его будет просто даже, если вы не знаете английский язык. То есть, что написано, то и пишем. Сначала у нас идет имя, фамилия. Я буду для примера использовать классический Иван Иванов. Далее идет имя пользователя, то есть ваш ник. Очень важно, чтобы он не был длинным, чтобы он был простым, его легко можно было повторить, и даже если вы говорите адрес своей почты кому-то по телефону, а не записывайте, чтобы он точно записал без ошибок. Обращаю ваше внимание, что в названии своего аккаунта, в имя пользователя, вы можете использовать цифры и точки. Точку очень удобно использовать, если вы берете просто свое имя, фамилию и разделяете ее точкой. После того, как вы придумали имя пользователя, придумываете пароль. Что может содержаться в пароле? Опять же, сам Google нам подсказывает, что там должно быть 8 символов минимум, должны быть буквы, цифры и могут быть специальные символы. Совет для того, чтобы ваша почта была лучше защищена, всегда используйте как можно более сложные пароли. То есть, комбинируйте заглавные буквы с прописными буквами, комбинируйте буквы с цифрами. Не используйте легко угадывающийся пароль, который повторяет ваш логин, который повторяет ваш день рождения, который повторяет ваш телефон. Запишите свой пароль куда-то в свой личный блокнот, который вы нигде не оставляете на виду. Пускай он у вас будет записан, чтобы, если вы его забыли, вы смогли его повторить. Но не нужно в угоду того, чтобы не забыть пароль, делать его простым. Особенно, если вы создаете свою почту для того, чтобы создавать свой YouTube-канал. То есть, первый уровень защиты вашей почты – это всегда ее пароль. После того, как вы ввели один раз пароль, вы повторяете его еще раз. Чтобы видеть свою пароль, можно нажать на значок глаза, когда вы будете видеть, какие цифры вы вводите. После этого нажимаете «Далее». Может случиться такая ситуация, как у меня сейчас, что имя пользователя уже занято. В таком случае вы можете его видоизменять, например, добавив цифры или поставив какой-то дополнительный знак вместо точки, например. После того, как ваш логин был принят, вы вводите свой номер телефона. Важно, это должен быть именно ваш номер телефона, который пользуетесь только вы, который актуальный, который не заблокирован и который вы не планируете менять. Потому что ваш номер телефона – это ваша возможность восстановить доступ над своей почтой. Если вы забудете пароль и если вы зарегистрируете не на свой телефон, то есть большая вероятность, что в какой-то момент ваша почта перестанет быть вашей, а вместе с ней и все сервисы Google, которые будут подключены на эту почту, ваш YouTube-канал, ваш Google-диск, вы также можете потерять. Поэтому важно не поленитесь, купите себе специальную симку для того, чтобы завести Google-почту. После того, как вы ввели свою почту, вам на этот номер придет SMS с кодом подтверждения. Просто вводите его и нажимаете «Подтвердить». После этого вас перенаправляют на страницу, где вы можете заполнить дополнительную информацию про свой аккаунт. Это в первую очередь резервный адрес электронной почты, то есть вы можете еще раз постраховаться, и если вдруг забудете пароль, то у вас есть еще одна почта, с помощью которой вы можете восстановить свой пароль. Этот пункт заполнять не обязательно, но я рекомендую все-таки его заполнить, если у вас есть уже какая-то почта надежная, опять же, которой никто, кроме вас, не пользуется. Дату рождения и пол заполнять обязательно, поэтому прописываем все. После этого нажимаем «Далее». После этого Google предлагает вам дополнительно использовать ваш номер телефона для приема сообщений в виде звонков и для персонализации сервисов Google и выдачи рекламы. Вы можете согласиться на данные условия, нажав «Добавить номер» или же пропустить этот пункт, решать вам. После этого Google предлагает вам ознакомиться со своими правилами, вы их должны прочитать, ознакомиться и нажать «Принимаем». Теперь у вас есть Google Почта, а вместе с ней и все сервисы Google, в том числе возможность зарегистрировать свой YouTube канал, поэтому добро пожаловать в Gmail, надеюсь, данная инструкция была вам полезна. Сегодня вы узнали, как зарегистрировать почту Gmail. Пишите в комментариях свои вопросы, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok